Скорее всего, что данное ралли будет ограниченным и продлится всего лишь один день. Эмми Занг Нордея Маркетс. Центре внимания валютный курс китайского юаня. После сильного роста китайской валюты по отношению к доллару США в размере 1,2%. Как вы думаете, данное ралли будет иметь краткосрочный характер? Да, вполне возможно. Скорее всего, что данное ралли по курсу китайского юаня будет ограниченным. И скорее всего, что оно продлится всего лишь пару дней. По той простой причине, что для китайского правительства невыгодна резкая динамика по курсу национальной валюты. Будь то повышение валюты или же повнижение. В последние пару месяцев китайский юань довольно сильно ослабил свою позицию по отношению к доллару США. Рынок отреагировал с сильным давлением на курс китайского юаня. Мы ожидаем на дальнейшем медвежий тренд по курсу юаня. Однако в том случае, если власти Пекина позволят китайскому юаню укрепить свою позицию в долгосрочной перспективе, или же в перспективе нескольких недель, рынок может изменить свой нисходящий тренд на восходящий тренд и поддержать китайский юань. Такой же позиции в дальнейшем будут придерживаться и правительственные органы Китая. Мы полагаем, что ралли китайского юаня в размере 1,2% будет краткосрочным. Оно не будет устойчивым. Поэтому мы ожидаем, что ни одной из этих шарфых движений выше 1% в день, это не устойчиво. Были представлены торговые данные Китая, согласно которых в январе было зафиксировано снижение как по импорту, так и по экспорту. Чем именно было вызвано такое снижение? И ожидаете ли вы на рост экспорта на фоне восходящей динамики курса евро? Слабые торговые данные по импорту и экспорту в основном обусловлены слабым уровнем мирового спроса. Подобный нисходящий тренд мы наблюдаем во многих странах-экспортерах, которые очень сильно зависимы от экспорта. Такая ситуация вызвана циклическими и структурными проблемами. На сегодняшний день мировая экономика страдает, и, возможно, причина заключается в структурных изменениях по уровню предложения на мировом рынке. Мы наблюдаем некий переход от глобальной цепочки поставок к региональной цепочке поставок. Все эти факторы в совокупности оказывают негативное давление на объем экспорта Китая. Я не думаю, что нам стоит ожидать на какое-либо сильное восстановление по экспорту Китая в этом году. Каким будет ваш долгосрочный прогноз для валютной пары доллар США, китайский юань? И чем он обусловлен? Что касается нашего валютного прогноза для этой пары в перспективе на 12 месяцев, я не думаю, что мы увидим сильные изменения по сравнению с текущим уровнем пары. Также есть риск, что мы увидим еще большее снижение по сравнению с тем уровнем, который мы наблюдаем сегодня. Основная причина заключается в том, что рынок будет и дальше оказывать исходящее давление на курс китайского юаня. Темпы роста экономики Китая по-прежнему слабые. И, скорее всего, что данный медвежий тренд будет долгосрочным. Вряд ли в ближайшие пару лет мы увидим какие-то заметные изменения по росту экономики Китая. Во-вторых, возникает вопрос, способен ли Центральный банк Китая выйти на рынок Форекса. В основном это связано с довольно резким сокращением по ресурсам Форекса. На фоне этого у рынка возникают сомнения. Скорее всего, что в долгосрочной перспективе по курсу китайского юаня будет превалировать нисходящий тренд. Мы признательны Эмми за ее валютный прогноз для валютной пары доллар США, китайский юань. На сегодня все. Оставайтесь с Докоскопи-ТВ. Докоскопи-ТВ